Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Продолжаем изучать Тору. И я нахожусь в городе Киев. В городе Киев. На Подоле. Скоро опять в Израиль. Хорошо. Значит, мы продолжаем изучать, как жить в этом мире в соответствии с Божественной волей. И что он хочет, и как все работает. И первое, что он от нас хочет, говорит Максим Перенчук, привет! Значит, первое, что Всевышний от нас хочет, это... Прямо вот он говорил в прошлой недельной главе, чтобы мы Бога боялись, он говорит. Иратошем. Почему именно Бога надо бояться? Потому что страх самое сильное чувство, которое испытывает человек. То есть страхом пропитана вообще вся жизнь. Это инстинкт самосохранения, он базируется на страхе умереть, на страхе смерти. И когда этот страх, он присоединяется ко Всевышнему, то он, наоборот, становится заповедью и переносит в жизнь. То есть пропадает страх смерти. Это очень такая интересная идея. Интересная идея, что основа вообще веры, основа веры в Бога, это вера в духовность, и в то, что у тебя есть душа, есть духовный мир, и что ты можешь соединиться с Творцом мироздания. Вообще, это такая мысль очень глубокая. И как с ним соединиться? Через страх и через любовь. А если соединить, это я недавно узнал тоже интересную такую идею. Вот есть такое понятие в Торе, да, почет, почет Всевышнего, кого-то. Престол славы называют, это есть у него, да, там, где какая-то высшая часть, где он проявляется. Ковод. Есть в Перте вот последняя мишна, что И все, что сотворил Всесильный, Всевышний Бог, значит, все, что сотворил Бо-Ламо в мире его, он это сотворил только леквудо, только для почета его. И как-то странно мне всегда звучало, зачем Всевышнему почет? А потом я узнал, что такое почет? Почет – это соединение трепета, страха и любви. И тогда это почет и уважение, да, респект и уважение. Оно сочетается из страха или любви. Если есть только любовь, то это такое понебратское отношение, а, типа, ну, я же тебя люблю, ну, то есть такая уже, любовь. Если только страх, это хочется убежать. А если страх с любовью, это уважение, это почет. Вот такое должно быть чувство ко Всевышнему. Соединение страха с любви, вызывающее невероятное уважение, благоговение. Есть такое слово в русском языке, очень странное. Благоговение такое благо, и вот оно на тебя веет этим благом. Вот, но ключиком ко всему является страх, потому что без страха не будешь соблюдать законы, не будешь соблюдать законы, не соединишься. Почему вначале идет страх, и почему вначале идет отодвинься от зла, а потом делай добро? Для меня это очень простая метафора. В кинотеатре можно увидеть фильм, только если выключишь свет. То есть, когда темно, тогда ты видишь на экране очень красивый фильм. Если тихо, тогда ты можешь услышать звуковые эффекты. Но если будет шумно, если будет светло, то фильм будет очень смазанный. То же самое связь со Всевышним. Вначале отодвинься от зла, убери зло из своей жизни. И когда ты удаляешь зло из своей жизни, и выключаешь свет, и выключаешь звук, тогда делай добро, и тогда это добро, этот свет, он у тебя сразу проявляется, и жизнь твоя становится прекрасная, красивая, яркая, как цветочный сад. Вот такая будет жизнь у тех, кто соблюдает заповеди Всевышнего. Теперь мы первую часть урока мы всегда учим, как удалиться от зла. Самое большое зло, это злоязычие, потому что язык, это главный инструмент жизни человека. Это то, что делает человека, это его речь, его язык. И вначале нужно очистить свой язык, освободиться от зла. Мы изучаем книгу «Береди свою речь» Раввазиля Каплистина, и сейчас мы дошли до интересного, значит, 65-й пункт, «Совет Торы» называется. Тора дает нам следующий совет. Как охранять свою речь? Значит, помни, написано в книге Дворим, значит, написано так, помни о том, что Всевышний сделал Мирьям в пустыне при вашем выходе из Египта. Значит, ну, вначале нужно тогда, человек, который читает эту фразу, помни о том, что сделал Всевышний Мирьям в пустыне при вашем выходе из Египта. Он должен вспомнить, кто такая Мирьям. Значит, Мирьям, это была родная сестра Мушерабену, Моисея, была родная сестра Мушерабену, чтобы, кстати, вот этот урок, чтобы было рифуашлама, полное выздоровление всем родственникам и близким, тех, кто учит Тору, вместе с нами, чтобы сила от этого урока шла на полное выздоровление всем, кому оно нужно. Здоровье – очень важная вещь, и Всевышний, чтобы послал прям вот здоровье, удачу, ум и сообразительность врачам, так как он через врачей лечит. И одну силу, этому всему удачу можно получить через Тору. Значит, смотрите, еще раз, Мирьям была родная сестра Мушерабену, старшая сестра, она была его старше, когда мама его в корзиночку положила и пустила по Нилу, то она как раз бежала, увидела, что это дочка фараона, подняла эту корзиночку, она дочке фараона посоветовала потом пригласить кормилицей маму Мушерабену, то есть она играла огромную роль в жизни Муше и в жизни всего еврейского народа и всего мира. И вот, когда Мирьям, они вышли уже из Египта, естественно, вышли Мирьям, потом был Аарон, это брат, старший брат Мушерабену, и он был младший брат как раз, и Мирьям стоит и разговаривает с Аароном, со своим братом старшим тоже, и говорит, вот Мушерабену, он, значит, оставил жену свою, а Мушерабену, он же был 40 дней на горе Синай, он первый раз, потом сразу спустился 40 дней второй раз, 40 дней третий раз, Всевышний с ним был соединен как в одно целое, и Мушерабену, у него было так закрыто лицо, потому что он сиял, то есть он был как бы место проявления Всевышнего, самое большое в этом мире, и он женой, перестал жить женой из-за этого, а Мирьям говорит, вот он, значит, жить перестал женой, мы тоже пророки с тобой, Аарон, но мы-то не перестали жить со своими мужьями и женами, так она сказала, то есть, что здесь было плохого, вроде бы ничего, но она, чуть-чуть, был такой оттенок, что она осудила Мушерабену, осудила его, что она подумала, что он это делает как бы по своей воле, и что он, может быть, он возносит как возносится, задается, и тут Всевышний ей говорит, ты, говорит, как вообще, на кого ты, говорит, вообще, плохо говоришь, на Муше, Маше это самый скромный из всех людей, у Анна в Миколе-Дам, он самый скромный, у него эго вообще нет, он делает только все, что я скажу, он как чистое стекло, через которое я разговариваю, а ты на него вот так вот еще думаешь, сказал он Мирьям Всевышний, и она покрылась проказой, вот так вот, она покрылась полностью проказой, у нее как бы, это кожная болезнь, которая сразу проявляла то, что человек сказал злоязычие, значит, Маше Рабейну, он, когда об этом узнал, он начал молиться, и он прямо, самая короткая молитва втория, это то, что он молился за сестру, он сказал, Эль-На-Рефа-На-Ла, он говорит, Эль-На, он говорит, Бог, пожалуйста, Эль-это как всесильный, да, сила, Бог, Эль-На, он говорит, пожалуйста, Рефа-На-Ла, вылечи, пожалуйста, ее, и значит, семь дней ждали народ Израиля, все остановились, все ждали, пока Мирьям выздоровит, и через семь дней она выздоровилась, и чтобы мы помнили, какое негативное последствие есть от злоязычия, нам в Торе прямо написано, помни о том, что Всевышний сделал Мирьям в пустыне при вашем выходе из Египта, в наше время, дальше он пишет, вспоминая об этом наказании, мы осознаем всю серьезность злословия, есть люди, пишет он, которые цитируют этот отрывок, повторяя его ежедневно после молитвы, сразу же, и он говорит, вот прямо в молитвените написано, они каждое утро после утренней молитвы читают этот отрывок, помни, что сделал Бог Мирьям, и сразу после этого, без перерыва, начинают злословить, он говорит, как же так, есть люди, которые так делают, и он пишет, ничего удивительного в этом нет, простое повторение этого отрывка не приносит пользы, польза может быть только в одном случае, когда человек задумывается над тем, что читает, если он на самом деле вспомнит о наказании, которое понесла Мирьям, он не опустится до злословия, правда, для этого надо знать тонкости закона Валашанараба, значит, как это работает, любое знание, любое слово произнесенное, оно бывает пустым, да, вот просто пусто, человек может, например, читать текст на итальянском, я могу читать на итальянском, вообще не понимая ни одного слова, буквы знаю, или французские буквы, там мне очень тяжело по-французски прочитать, как надо сказать, потому что во французском иногда пять букв обозначают один звук, вот слово написано пять букв, а произносит его один звук, или там в итальянском, тоже не знаю, как это читать, но бывает, что человек читает, произносит слова, даже на своем знакомом себе языке, и он вообще не вдумывается, он в это время где-то летает, и просто из него выходят пустые слова, теперь бывает, что человек обидел кого-то так же, он не придавал этому значения, а он кого-то сильно обидел, бывает, что человек, наоборот, помолился, 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 А ты вообще молился? А он в это время вообще где-то мыслями был в другом месте. Просто читал из молитвенника слова какие-то и все. То есть важно именно быть вниманием в словах. Все. Значит, первое, помните, что Бог сделал Мириам. И у праведников проявляется болезнь сразу. То есть когда праведник говорит злоязычие, то у него сразу он может пятнами пойти, заболеет, не дай Бог, и все. Почему? Это как человек, который, например, ведет чистый образ жизни. Вот он прям чистый-чистый, ест только органическую еду. Он такой весь, ну вот только органика, следит так за здоровьем. Идеально у него такая система отлаженная. И потом ему говорят, ну что там, здоровый? Он говорит, я здоровый вообще. Ему говорят, ну а теперь давай вот покушаем нормально. И давай ему вот такой килограмм конфет, например, таких химических конфет. Запить там литром Кока-Колы и, значит, водки еще немного, да? И коктейль какой-то алкогольный такой, где смешано много алкоголизма. И он, если это выпьет и съест, он попадет в больницу. А тот, кто этим питается каждый день, он спокойно, у его организма уже к этому яду привык. То есть, чем чище система, тем она более чутко реагирует на какие-то яды, которые в нее входят. То же самое. Если человек говорит без остановки злоязычия, так ему там злоязычия больше, злоязычия меньше, он как бы особо не почувствует. Но если человек действительно начинает следить за своей речью и так далее, то у него очень сильно выделяется, если он вдруг начинает говорить злоязычия. Дальше. 66-й отрывок. Большая ответственность. Знаток Торы обязан следить за своей речью в большей степени, чем необразованный человек. Если он проявит неосторожность, другие станут следовать его примеру. И как называется такой грех? Он называется хилу-ляшем, осквернение имени Всевышнего. Самый страшный грех из всех. То есть получается, что те люди, которые одеты как религиозные, которые называют себя религиозными людьми, на них намного больше ответственность, чем на других людях. Почему? Потому что, когда на них смотрят, то по их поведению судят о религии в принципе, о религии, о боге, о религиозных. И получается, что те, например, я говорю сейчас про еврейский мир, есть те, кого называют ультра-ортодоксы, они должны особенно думать и опасаться, чтобы не было то, что называется хилу-ляшем, осквернение имени Всевышнего. Вот, это очень-очень важная вещь. Да. Хорошо. Значит, про лошонара, про злоязычие мы поговорили. Вы, опять же, помните вот то, что он пишет, что очень важно знать законы, потому что иногда человек говорит про кого-то плохо. Вот, там была, например, вчера у нас одна ситуация, и были люди, ну, в основном были малорелигиозные. Чуть-чуть они знали что-то про религию, но очень такое отдаленно у них было знание. И один говорит про, зашел разговор про кого-то общего знакомого. Причем, получается, вот четко была классика, да. Я затронул этот разговор, рассказав, но я рассказал это в плюс ему, да, я хотел это сказать ему в плюс что-то. Теперь, ну, был в компании человек, который его был враг. И мое высказывание в плюс этого человека получилось, что оно вызвало, вызвало прям поток, поток злоязычия на этого человека. Но был еще один малорелигиозный тоже человек, который ему наоборот говорит, слушай, а зачем ты про него плохо говоришь? То есть мы все тоже не такие большие цадите здесь, которые там, чтобы, знаешь, кого-то судить. Так лучше не судить никого, чтобы это самое, потому что, ну, если начинают там каждого разбирать, у этого такой есть проблемка, у этого такого. Он говорит, это же, ну, это невозможно. Давайте попрекратим разговор, ну, он прекратился. Но избежать вот таких вот обсуждений очень сложно, очень сложно избежать вот таких вот вещей, поэтому нужно знать законы. То есть нужно знать законы, и мы учили, кстати, что нельзя, зная, что есть враг кого-то, его хвалить. Но я не знал, что вот этот второй был врагом того, о котором я говорил. У меня не было, вот я понятия не имел, что они как бы находятся в плохих отношениях. Вот, поэтому учить надо законы, а лучше всего молчать, или как мы уже учили, если ты будешь говорить слова Торы, если ты будешь говорить слова, там, изучать законы, учить Тору и так далее, у тебя просто там, где идет добро, в зло может, ну, некуда ему вписаться. Хорошо, теперь, значит, мы переходим к повелевающим заповедям. Вчера мы затронули заповедь номер 43 из повелевающих заповедь. Заповедь «Жениться, чтобы иметь детей». И сегодня давайте углубимся в понимание этой заповеди. Чем обсуждать других людей? Лучше делать детей. Это понятно. Это к тому же заповедь. Но давайте разберемся, как, в чем она заключается. Написано в Торе, как мы уже знаем, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Теперь, значит, надо жениться. Это заповедь для всего человечества. Обязательно нужно жениться, рожать детей. И вот задает женщина, задает вопрос Равину. Она ему пишет. Уважаемые Равы на сайте Талдой Тру. Она пишет. Разъясните, пожалуйста, как правильно понимать заповедь «Плодитесь, размножайтесь». Вот у нас с мужем, она говорит, двое уже есть детей. Так мы вроде бы не выполнили, получается, заповедь. Потому что нас двое и детей двое. А чтобы умножаться, надо родить, говорит, хотя бы троих. Это у нее был логический такой вопрос. То есть она прочитала заповедь «Плодитесь и размножайтесь». Вроде, когда у тебя двое есть детей, то плоды есть, ты расплодился. А размножаться? Она пишет. Нет, не размножились. У нас двое, детей двое. Сколько было, столько есть. Все. Отвечайте Равин Мендель Агранович. Очень я его знаю хорошо. Такой вот прям хороший Равин. И, значит, он говорит женщине этой. Ваша мысль очень верная. Он ей пишет. Давайте обратимся к книгам и найдем ее источник. Значит, в Талмуде написано, есть спор в Талмуде между двумя школами. То есть была школа Шамая и школа Елеля. И они, значит, спорили, что значит «Плодитесь и размножайтесь». И дом Шамая, школа Шамая. Как знаете, как Шаолин есть у китайцев, они там дерутся. А они спорили. У евреев это было две школы. Вот они сидели и спорили. И Бейт Шамай считает, что нужно родить двоих сыновей. То есть если ты родишь двоих сыновей, то есть мужчина. Он считал только мужчин. Значит, я один мужчина, у меня есть одна жена. Я родил двоих сыновей, все, значит, я размножился. Заповедь на мужчине. А Бейт Гилель, он говорит, нет, надо мальчика и девочку. То есть мальчика и девочку, тогда да. Закон. Дальше есть Аллаха, закон. То есть они каждый доказывали свое мнение. Но закон идет по Бейт Гилелю, по дому Гилеля. Поэтому принято на закон, что выполнить заповедь, плодитесь, размножайтесь, это пара, имеющая двух разнополых детей. Все, выполнили. Но есть еще, есть же мы уже изучаем, помните, мы притчи изучали царя Соломона. Каэлит Экклезиаст. И там написано в Каэлите, такой есть отрывок в 11 главе. С утра сей семя свое и вечером не давай отдыха руте своей, ибо не знаешь, что удастся, это или то, или оба равно хороши. И вот этот совет его царя Соломона, его трактуют не как сеять, хотя тоже и сеять надо, и утром, и вечером, и весенний сев, и осенний сев. В общем, сеять надо все время, кроме год шмиты. Нельзя сеять, все остальное время надо сеять. И работать надо, и проекты открывать, то есть человек не должен останавливаться. Так глобально этот отрывок понимают. И в молодости работать, и в старости. Но есть еще отсюда, учат, что нужно приводить детей в мир всегда. И в молодости одни дети, в среднем возрасте другие дети. Когда ты уже жизнь прожил, и в возрасте ты уже можешь по-другому детей воспитать. То есть надо детей, чтобы было много. То есть есть минимальная обязанность родить мальчика и девочку, двух разнополых детей. При этом заповедь лежит на мужчине. Заповедь плодиться-размножаться дали только мужчине. Женщина, она является в этом случае естественным. То есть Всевышний в нее вложил естественную, сильную потребность иметь детей. А у мужчины такой прям сильной потребности физиологической, именно иметь детей, нет. Он мужчина, значит, он просто как сеятель такой, да, он сеятель. Но Тора, вот поэтому его и обязала. Плодитесь-размножайтесь, ты должен жениться, именно жениться и родить двух детей. Это обязанность. Значит, дальше он приводит Агранович, пытаются понять Всевышнего. Все равно мудрецы пытаются понять, а зачем Всевышний дал этот закон. То есть понятно, плодитесь-размножайтесь, чтобы были люди. Это понятно. А может что-то глубже есть? И он пишет в Талмуде еще одну версию. В Талмуде написано, что Машех придет, да, Мессия придет, только когда все души, которые должны были прийти в мир, все они пройдут через этот мир. То есть есть, сидят души там, и они ждут своей очереди, чтобы спуститься в мир, пройти этот жизненный путь. Им интересно. Теперь эти души, они ждут очереди, когда же появится вот эта вот возможность. И пока все не пройдут через этот мир, Машех не придет. Поэтому дальше он здесь пишет, дальше, в общем, кому будет интересно, почитайте. Дальше он пишет, есть много нюансов таких он приводит, что важнее, в какой момент можно остановиться, нельзя остановиться там и так далее. Очень интересно все это. И, значит, он пишет в конце, все это требует и заслуживает изучения. То есть, в этом и заключается изучение Торы, что, представьте, по-простому, да, человек, плодитесь и размножайтесь, и пошел плодиться. А в Торе ты можешь месяц изучать, как плодиться, как размножаться, что имел в виду Всевышний, и во время, как вообще должен быть устроен процесс и так далее. То есть, целые там тома Талмуда посвящены каждому нюансу, как правильно выполнить волю Всевышнего. И у тебя есть чем заниматься, то есть, ты все время занят, интересно, и ты в каждой буквой изучения Торы, каждой минутой, ты выполняешь волю Всевышнего, и в это время ты, естественно, не говоришь лошонара, потому что злоязычие начинает говорить от безделия и от, ну, именно от безделия. Потому что, если ему не о чем говорить, да, так он начинает других обсуждать и осуждать. Все. Значит, всем удачи, успехов, хорошего дня, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, и не говорите лошонара, всех нас касается, меня в первую очередь. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.